Читаю перед нашим, как попросим благословения, такое слово, Луки, 12 глава, 35 стих. Да будут шея славаши припоясаны, и светильники горащи, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженный рабытие, который Господин пришедший найдет борствующими, истинно говорю вам, он припоясится и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, найдет их то блаженный рабытие. Вы знаете, чтобы, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то ворствовал бы и не допустил бы подкопать свой дом. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу эту горишь, или ко всем? Я думаю, что, знаете, вот самый такой тяжелый момент в нашей жизни, что занятый своими житейскими заботами, мы очень мало даже думаем о том, что может в любой час возвратиться сам Господь. Время такое приходит на землю, и мы видим, что часто в жизни мы даже не думаем об этом. Но Священное Писание говорит, что эта притча, она говорится ко всем нам. Поэтому поблагодарим Господа, что мы сегодня пришли, прославим Его. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, до этого места помог нам Господь. Бог говорит, на кого я презрю? На трепещущих пред Словом Моим. И в Псалмах, Псалом 118, 89 написано, «Навеки Слово Твое утверждено на небесах, и Бог бодрствует над ним, чтобы оно исполнилось». Поэтому нас собирает здесь Дух Святой, мы здесь все. Наше служение – это в основном вокруг Слова Божьего, потому что мы проповедуем Его, и мы учимся из Него. То есть это очень важно. Так же самое это было очень важно для Иисуса Христа, когда Он ходил по земле. Он знал Слово Божие, мы знаем, я прочитаю, чтобы освежить Матфея 4, 1, 11. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и постивший сорок дней и сорок ночей напоследок залкал. И приступил к Нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, и да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства, миру и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падши, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся, ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Видите, насколько важно, братья и сестры, нам знать Слово Божие. Потому что даже сам Иисус, Он отражал все атаки дьявола Словом. Он говорил, написано, написано. Если бы, знаете, если бы Он говорил не Словом Божиим, то я не знаю, отошел бы от него сатана или нет. Такой вариант интересный. Но Он все говорил, написано. И дьявол отходил. Это очень важно. Иногда вот я так смотрю, знаете, без Библии ходят, особенно братья в церковь. Думаю, ну-то уже разоружили человека, он уже безоружен. Мало ли что там высветят, знаете, или что-то скажет человеку. Есть Библия, ты можешь проверить все. Твоя Библия старая. Может, твоего деда или отца. По которой, где еще синодальный перевод, неискаженный, нелегкий такой. Как сейчас появился новый русский перевод. Мне уже больше месяца это беспокоит, кстати, эта тема. Там так все легко и поверхностно. Может, это для русскоязычных американцев, которые уже не сильно понимают по-русски. Не знаю, но я когда слушал, что с него читают, то как-то, знаете, оно неискажено, но нету глубины. Ты не можешь прочувствовать. И некоторые вещи, очень важные, они как бы размыты и теряются. И проповедники проповедуют с этого Слова Божьего. Нам нужно, братья и сестры, держаться за это Слово, которое здесь нам оставил Бог. Вот, я не знаю, вы, может, заметили или нет. Две недели назад у нас был гость. Он в очках проповедовал об Аде. И он сказал, что ад – это не место. Это армия, говорит. Я так, ну, как бы, содранул. Тем более, он еще привел пример, что ему стыдно там за кого-то стало, потому что он неправильно учил. И, знаете, как-то это, понимаете, как это может отвести? Давайте возьмем место. Лука 16, 19, 28. Это притча о богаче и Лазаре. Оно всем известно. Но здесь ясно написано и во всех переводах, и в английском, и в других переводах, что это Лука 16, 19, 28. Может, кто-то заметил из вас, когда был в этом собрании. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя лизали струпья его, умер нищий, отнесен был ангелами. Налона Аврамова умеры богачи, похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он, подняв глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твое, Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть так, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, Отче, пошли его в дом отца Моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует, чтобы они не пришли в это место мучения». Это одно из слов, где ясно написано, что это место мучения, что место. Это в английском переводе place. Поэтому, братья и сестры, иногда нам надо... Понимаете, для нас, может, уже мы утверждены в слове, мы знаем даже на лету, что происходит, и Дух Святой нам как бы подсказывает, где поправить надо, где не поправить. Но если это для неутвержденных людей, особенно для молодежи, если такие делать вот заявления, то это может постепенно привести к какой-нибудь ситуации, где человек не устоит. Я приведу пример. Я знаю человека. Он проповедовал Слово Божие с неканонической Библии. У него полная Библия была, и даже туда входили апокрифы. И он проповедовал. Я слушал, думаю, вообще-то это книги не для проповедования. Ты можешь их читать. Если оно созидает твою веру, то это хорошо, это плюс. Но если оно не соответствует Слову Божьему в каких-то местах, нам нельзя это принимать, чтобы оно не проникло к нам в сосуд. Оно может произвести какое-то брожение. И знаете, что у него произошло огромное падение в его жизни. Огромное, что его еле оттуда вытащили. И до сих пор, наверное, еще этот след остался. Что он был отлучен от церкви на несколько лет. Потом его восстановили. И сейчас так не слышно за него ничего. Я не знаю причину, но, братья и сестры, если Иисус отражал Словом Божиим то, что говорит, написано, подтверждено пророками, подтверждено всеми, да, царями, Давидом, Салмами. Как может человек отражать атаки дьявола, если это не написано было в этом слове, которое писалось, водитель, людьми водилось Святым Духом, которые были водимы Духом Святым. Возможно, он и не устоял, потому что у него в сосуде было не то, не то слово, которое нам Иисуса ставил, братья и сестры. Это такой пример, который очень и очень меня касается, который нам надо бодрствовать. Еще одно место очень такое, вот недавно начало это происходить, я это начал замечать, что дьявол не может, он хочет вообще стереть слово, чтобы его не было и не проповедовалось. И атаки такие идут даже на президента Трампа, мы за него и молились, и постились, говорят, он приехал, а 30 тысяч сатанистов в Калифорнию, что-то там колдовать против него. Это человек, говорит, который возил их с аэропорта. Не знаю, я не нашел, не подтвердилась эта информация, я не нашел этого, может, оно скрыто все было. Но они собираются не для дел Божиих, эти люди. Мы знаем даже и СМИ, что они там все время против Трампа. Пошло уже сейчас, и мне приходило, и на соцсетях, чтобы молились пастыря, просят молиться за президента Трампа. Вы знаете, что он в Белом доме молится за него, у него Библии. И Библии во всех гостиницах еще есть, хотя хотели их убрать вообще оттуда. И эти законы не прошли. Поэтому продолжаем молиться. Написано, молитесь за начальствующих. Продолжаем молиться. Я помню Обама, при Обаме ничего такого не было. Никто не трогал, никаких не происходило таких, почему на Трампа так напали. Потому что дьяволу, что-то он неудобно, то, что происходит. Поэтому нам надо молиться за него. А еще одно место, вот Даниила, третья глава, я тоже... Если у вас есть Библия, или что, вы можете открыть и посмотреть, сколько у вас стихов в Данииле третьей главе. У меня есть Библия очень старая. Есть моего прадеда Библия еще при царе. При царе ее еще издали. Написано «С благословения Святейшего Синода». То есть еще была православная религия там, как сказать, узаконена, да? Это было... А есть деда Библия, тоже очень старая. Есть новые. Я посмотрел, есть 30 стихов. Есть 33 стиха. Ну, что они сейчас происходят? Кто загружает на таблеты, на телефоны Библию? Вот у меня в Библии как смартфоны появились. Я загрузил ее. Очень давно. Я ее читаю, прочитываю где-то, ну, за год. На телефоне я за год прочитываю. Эту я где-то 8-9 месяцев прочитываю. И вот я дошел до Даниила здесь и обнаружил, что у меня здесь 100 стихов. Даниила, 3 глава, 100 стихов. И я... Откуда? Что это такое? Начал читать. Вроде бы ничего такого нет. Они... Это... Знаете, что книга Даниила, это как пророческая книга. С нее делают толкование Библии и... Так же самое, как и откровение. На нее очень много... На книге Данииле очень много есть того, что будет. То, что было, и есть, и будет. Почему добавлено 100 стихов здесь? Там вроде ничего... Они ходят в печи, молятся, и ничего вроде бы такого нет. Но этого нету в Слове Божьем. Здесь нет. Не написано здесь за это. Нету здесь такого, то, что они там. Откуда они? Кто это? Понимаете, когда делаешь апгрейд, чтобы телефон работал, приходит апгрейд, ты нажимаешь, иначе он не будет работать. Ты делаешь... Я постоянно делаю апгрейд. И вот последний, или предпоследний раз, когда я дошел до Даниила, я заметил, что здесь что-то не то. Я пошел, мы были в гостях, у родственников, они верующие, в американскую церковь ходят. И я им показал. И они начали проверять, что у них загружено. Один человек говорит, да, у меня вот тоже Даниил, 100 стихов появилось. Не было. Муж прибежал, такой перепуган. Как говорит? Прибежал, принес две Библии. Начали проверять. Ну, нету, нету, то, что там написано. Очень, очень, сейчас такое идет, понимаете. И оно меня настораживает. То, что уже здесь начинает искажать, потом разные переводы начинаются, разные толкования начинаются. Это синодальный перевод в Библии. Это никакой синодальный перевод, на котором мы все выросли, можно сказать, и наши предки. так что, братья и сестры, нам надо просто следить за этим. Знаю, один смотрел на на ютюбе, американец, говорит, у него библия его отца, и, говорит, поменялись стихи. Каким образом? Говорит, я читаю ее постоянно. Каким образом поменялось некоторые... Я раньше думал, наверное, неправда, удивлялся. Но сейчас я уже не удивляюсь с этими технологиями, которые сейчас, все возможно. Поэтому нам надо очень бодрствовать, братья и сестры, за то, что сейчас происходит, за Слово Божие. Если дьявол не может его стереть, он начинает подмешивать разные такие вещи. Сначала оно хорошее, а потом подлинно... Вроде бы хорошее, все... Подлинно ли сказал Бог? Как это было от начала. А подлинно ли сказал Бог? И когда мы уже не знаем, а подлинно ли это то, что написано или нет? Когда уже все будет изменено, когда уже другие поколения придут, уже кто будет знать, подлинно или нет? Пока мы знаем, что подлинно, так как оно пришло из глубины веков, да, еще от Иисуса Христа, оно передавалось и идет так до сих пор. Поэтому, братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы бодрствовали над этим, читали Слово Божие. Если не читаешь Слово Божие с такими атаками, что сейчас происходит... Знаете, раньше, говорили, мучили на... Олег христиан, львам на растерзание давали, да, и такое. А сейчас это перешло в духовную сферу. Это не в физическое, а в духовное, эмоциональное. Так как все мыслями, разными... Такое... что-то откуда оно? Потому что сейчас этими вай-фаями все пронизано. Они еще этот 5G собирается этот выпускать. Их будет еще намного больше все. Но оно все это через нас проходит. И нам надо держаться за Слово Божие, братья и сестры. Я прочитаю стих и помолимся. Амоса, да, написано, будут искать Слово и не найдут. Каким образом? Это могут несколько вариантов быть. Или оно полностью изменится, и уже будет не то Слово. Или оно так сотрется, как... Я забыл сказать, как у меня в этой моей книге старой. Я показывал на ячейке, как произошло. Старая-старая книга при царе написана. Данила, третья глава, ее нету. Два чистых листа. Два чистых. Кожи красные такие старые. Как? Я не помню. Я помню ее с детства. Ну да, были некоторые листы чистые. Но почему? Видно, в типографии там ошиблись, что-то не допечатали. Я показывал у Ивана на ячейке. Не знаю, как совпадение. Почему Данила, третья глава, исчезла. Данила, вторая глава, потом начинается Данила, четвертая с половиной главы. Очень, очень как-то все эти совпадения сильно беспокоят. стих и помолимся. Когда в борьбе с грехом в отчаянии упал, и вроде все потеряно, надежды нет, и тьма сгущается, и в роли жертвы ты и пленника, с последних сил кричишь ты яростно, и тучи в небе расступаются. Увидел вдруг Христа распятого, и кровь из ран его стекается, и глаз с небес пронзивший дьявола, и кровь святая по щелу течет. Свершилось, нет в тебе проклятия. Через кровь Христа ты незапятнанный, ты праведник, вставай и двигайся к источнику воды целительной. Он силы даст из грязи выбраться. Живи Христом, дыши Спасителем. Не тот упал и не поднявшийся, навеки будет с победителем, а тот, кто на Христа надеется, он руку даст из ямы выбраться. Придет, поверь, и не задержится, ведь ты дороже непотерянных. Глаза минуточку, извиняюсь, его любовью светятся, он облачит тебя победою. Нет положений здесь безвыходных, коль на Христа ты полагаешься, один источник упоительный, коль во грехах своих ты каешься. Аминь, братья и сестры. Давайте помолимся. не будет обделённых, не будет несогретых, твой свет во мне пусть светит горячо. Не будет обделённых, горячо. Слава Богу. Божий дом, как драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются оттука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни во свете Твоём мы видим свет. Псалом 35, 8, 10. В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слёз на очах, для усталой души одно место осталось, это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, ещё слышны молитвы и дружное пение, ещё падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются и ещё не забыли о слове «Прости», ещё в память о Господе хлеб преломляется и погибшему можно спасение найти. Здесь далёкое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозрелых сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, и ещё к Богу поднять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего Слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много ещё утешения и радости и внимания чуткого к душам людским. А в это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу, только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть я душою могу. И на сердце так мирно в духовном общении так тепло, что всех хочется просто обнять. О, как много дано нам в Христовом служении, о, как много дала нам Его благодать. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг, за то самое сладкое в мире общение Церкви Божьей, собрании Христовых святых. Да благослови всех, Господь. слава нашим Господь. Мы пропели там и салон, не только пели сегодня, много говорилось, но эти слова, а я знаю, у кого я верю, да? апостол Павел он однажды писал к Тимофею послание, это первая глава 12 стих написано, по этой причине я и страдаю, так, но не стыжусь, ибо я знаю, кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день. Говорит, а я знаю, у кого я верю, я переживаю страдания, апостол Павел, он переживал много страданий было в его жизни, и много было за Иисуса Христа. Говорит, из-за этой причины, почему я нахожусь в страданиях, некоторые говорят, что он писал это послание, находясь в темнице, но говорит, что я знаю, кого я уверовал. Я знаю. Это то, что помогало ему, потому что он знал того, кого он уверовал. Он не просто слышал, он не просто так поверхностно, но он знал лично, у него были переживания познания Бога. Говорит, я знаю, кого я уверовал. Если мы посмотрим на Иова, который переживал также непростой момент в его жизни, он сказал такие слова, это 19 глава, 25 стих, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту, и во плоти моей узрю Бога, я узрю его, сам мои глаза, они глаза другого увидят его». такие слова записаны, которые выразил Иов своих переживаний, и тоже «Я знаю, Искупитель мой жив». Я знаю, у него тоже было знание какое-то, он был утвержден своей верой, своем понимании, он стоял твердо, он говорит, хотя очень тяжело было ему, он говорит, «Я знаю, кого я уверовал, вот это то, что нам помогает проходить по земле, если мы знаем, если мы уверены в Боге». Сегодня у нас молитвенное служение, и мы молимся, выражаем свое почтение, благодарность к Богу, чего-то мы у Него просим, открываем свои желания пред Богом. И такой вопрос, для чего это делать, если мы его дети, если Бог знает все о нас, и прежде нашего прошения, еще не было слова на языке нашем, он уже все знает, зачем просить что-то у Бога. Но Бог, Он желает слышать наши молитвы, Он желает, чтобы мы открывались пред Ним и говорили, что мы хочем. И даже конкретно говорили, когда люди приходили к Иисусу Христу для того, чтобы получить какую-то помощь, какое-то исцеление, Он говорил, что ты хочешь, когда он, этот слепой, привели к нему, который кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, Иисус спросил, задал вопрос, что ты хочешь, что ты хочешь. И Он сказал то, что было в сердце, насколько в него была вера, Он сказал, я хочу прозреть. Так и случилось. Я хотел бы поразмышлять перед нашей молитвой над одним местом Писания, над которым я размышляю уже несколько дней. И вчера я некоторыми мыслями делился на молитве молодежной, но я хотел бы еще с вами поделиться, это римлянам, не, я извиняюсь, ефесянам, ефесянам это будет 3 глава 14 стиха. Для этого преклоняю колено мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славе своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укоренены и утверждены в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, а тому, кто действующую нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века, аминь. Послание Ефесянам. Апостол Павел пишет это послание, и он записал часть своей молитвы, которой он молился. Я прочитал, вначале он говорит, что для этого я преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Я бывал в разных церквях, и здесь даже в Америке был, и знаете, я вам скажу тоже, что не во всех церквях преклоняют колен, колени, но молитва колено преклонено, это по Слову Божьему молитва. Это так делали святые, так делал Иисус молился, и так делали другие. Это не значит, что мы молимся, если стоя, или молимся, сидя, или в каком-то другом положении нашего тела, Бог нас не слышит. Бог нас слышит, но этим мы выражаем свое почтение к Богу. И апостол Павел говорит, что для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Бывает, человек, иногда он не может преклонить коленя по состоянию своему здоровья, я не об этом говорю, но если у нас есть здоровье, если мы можем преклониться пред Богом, потому что мы преклоняемся не перед каким-то безвластным идолом, мы не преклоняемся перед человеком, но мы преклоняемся пред Святым Всемогущим Богом, слава Ему. Апостол Павел говорит, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, от которого все происходит и мы преклоняемся пред Ним. И апостол Павел говорит, что я преклоняюсь пред Ним и он выражает свое желание, что бы он хотел от Бога. И дальше, да даст вам по богатству славе своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Это молитва апостола Павла. Мы в основном просим и молим Бога нашего, когда у нас какие-то переживания или еще чтобы получить какое-то исцеление, это есть правильно, есть нормально. Но я иногда задумываюсь, есть ли у меня такое желание или такие какие-то духовные цели, о которых я молюсь. И апостол Павел, он не только о себе молился, но он молился и о других людях. И о чем он молился? Да даст вам по богатству славе своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Это была молитва апостола Павла, потому что он понимал, что это очень важно, чтобы Господь наш, Он утвердился в нас, в Духе нашем, во внутреннем нашем человеке. Есть внешний человек, который тлеет, мы знаем, который ветшает, но есть внутренний, который из дня на день он обновляется, так написано. Это тот, который рожден от Бога. И апостол Павел молится о том, чтобы этот человек, он был сильным, чтобы он был твердым. И дальше здесь молитва его, чтобы вы укоренены и утверждены в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и разуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Чтобы вы укоренены и утверждены в любви могли познать. Это молитва апостола Павла. Он молится за тех людей, которым писал послание Ефесянам. Говорит, молюсь о том, преклоняюсь пред Богом и молюсь, чтобы вы были утверждены, чтобы Господь утвердился в вас и чтобы вы были утверждены и укоренены в любви, чтобы вам постигнуть, что есть широта и долгота и глубина. Бог желает, чтобы мы были утверждены. Знаете, сегодня говорилось о том, что много лжеучений. И когда мы читаем за последний час, мы там видим, что Иисус предупреждал и говорил, что берегитесь лжеучителей. И много раз написано, что несколько раз, вроде, если я не ошибаюсь, 24-я глава Матфея, там написано «Берегитесь лжепророков, лжеучителей». Действительно, сейчас много лжеучений. И я думаю, это очень важно молиться нам, чтобы нам быть утвержденным и, как здесь написано, укорененным и утвержденным в любви, чтобы нам познать, постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота. И уразуметь эту любовь Божью, чтобы нам постигнуть и уразуметь ее. Об этом нужно молиться. Этого нужно искать для того, чтобы быть утвержденным. Кто такой утвержденный христианин, если описать, как он выглядит? Я думаю, мы понимаем, что этот человек, который твердо стоит на основании, которые есть Слово Божие. Он утвержден в этом Слове. Он не колебается от всякого ветра учения. Если приходят какие-то бури, возможно, в его жизнь, переживания, он стоит твердо, потому что он укоренен. Он знает, кого он уверовал, он знает, что Бог его любит. Он знает, что Бог с ним, что какие бы переживания или какие моменты не происходили, он понимает, у него твердая вера на Господа. Это человек, который утвержден и укоренен. Я думаю, это очень важно для нас, это последнее время, кроме того, что у нас очень много переживаний, и мы иногда колебаемся, иногда мы не уверены в том, что Бог Он с нами. Знаете, я иногда беседую с старшими людьми, и был там в Украине, может, я уже говорил, и я беседовал с одной сестрой, которая была при смерти, ей врачи дали жить месяц. Я говорю, ну, вы верите, что куда вы идете? И она, у нее не было уверенности, у нее не было этой твердости, но мы спасаемся верой через Иисуса Христа. И я думаю, я понимаю, что об этом тоже нужно молиться. Кроме того, что об этом нужно молиться, этого нужно искать, нам нужно читать Слово Божие. Нам нужно просить Бога, чтобы Он утвердил нас, чтобы нам дойти до конца. Может, кто-то на этом месте есть человек, который сомневается или колебается в обетованиях Божьих, что Бог, Он не верен в своих обетованиях. Об этом нужно молиться, чтобы Бог, Он утвердил, чтобы пришло откровение, познание Его. Эти люди, о которых я напомнил, и мы Псалом пели, и там говорится, я знаю, кого я уверовал, я знаю, я знаю, я понимаю. Это люди, которые уразумели превосходящее разумение любовь Христову. Говорится, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующую нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во всероды от века до века. Аминь. Мы о чем-то просим, о чем-то помышляем. Я хотел бы вместе с вами сейчас молиться, чтобы Бог укрепил нас, утвердил нас. Я не знаю, может, мы редко молимся, я по себе скажу, не так часто я молюсь о такой молитве, чтобы Бог утверждал, подкреплял, чтобы дал Его более познать, кто Он есть. Но я помню те моменты, когда я молился об этом, Бог что-то открывал. Да, я брал Писание, я изучал, я читал, я молился перед Словом Божьим, чтобы это Слово открывалось, и Бог начал открывать. Однажды я молился просто такой молитвой, Господь, я хочу знать, кто Ты, я хочу больше знать. Я начал читать места, выбирать и Слово Божьего, и мне начало открываться, как одно за другим, кто такой Отец для меня, Отец Небесный, кто такой Сын Иисус Христос, кто такой Дух Святой. Я помню эти откровения, я записывал, это укрепило мою веру. Мы не можем Его полностью знать, но мы познаем Ему, мы утверждаемся в Нем. И эти люди, о которых я прочитал, они говорят, что я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, в кого я верю, я знаю. Потому я стою так твердо, потому я непоколебим, потому меня ничего не может сбить, потому что я лично знаю, я лично пережил Его, я лично утвердился в Нем. Апостол Павел говорит, я преклоняю колено перед Отцом, и я прошу Его об этом, чтобы Он утвердился в вас, и чтобы вы утвердились в Нем, чтобы вам познать всю широту и долготу и глубину. давайте об этом помолимся. Скажем слава Богу. Обитование, мы спевали цю письмо, они всегда стоят. Господь теж обичал, Він всегда Его исполняет. Писание говорит, каже, Він никогда не запизняется, бывает часто медленно, но защиту подает вскоре. Оце таки Господь. Він всегда написан вчора, и сегодня по веку тот же Бог, Он не изменен, Бог, Он не меняется. И часто люди думают, что Господь пообещал, потом разводится руками, а где ответ от Господа, где то, что Бог сказал, почему оно исполняется, а проходят определенные Господни, и оно исполняется. Бо так, ну, Бог сказал, это не просто человек сказал, мне напоминает, один такой момент, ну, так меня вразил сильно, мы были неделю на собране, в Вашингтоне, и там получается, после собраня собраня закончилось, вечернее собраня закончилось, и подошла пару семей, подошло до нас, и говорит, каже, а вы где-то, ну, мы говорим с Бозьей, а вы, каже, когда домой? Ну, сейчас мы будем ехать домой, а, может, вас есть переночевать, может, вас здесь покормить, еще что-то, и нас забрали до одной домашней, по дороге еще одну домой забрали помолиться, и привезли нас домой, до одной домашней, я питаю человека, ну, просто каже, а сколько вас детей? А он так просто я думаю, 4 комнатей, ну, хай 4 комнаты, каже, у вас 12 детей? Ні, каже, не угадав, 17, 17 дітей, а я себе думаю, а він так просто нас міг підойти забрати, ишли на вечеру до себе после собрання, а где вся велика церковь, ну, де, ну, и, часто, люди бывают таки по-разному, и он рассказывает такую историю, и эта жена, яка мала, ну, Лена, цього человека, жінка, вона рассказывает, Бог одного разу ей сказал такие слова через пророка своего, что я дам тебе много детей, и ты придешь определенное время, и ты скажешь, Господи, хватит уже, и будешь в таком плане, но, каже, пришел определенное время, и человек разом ездил с группой Англезерше на Украине, и пришел момент, даже Бог ему говорил, каже, одна дитинка, 8 роков не было детей, потом не знает, что, как дальше, и Бог говорит, что будет еще одна дочка, и каже, назовешь ее Катя, и человек говорит, что будет меня, и говорит, Лена, у нас будет дочка Катя, не поверил, но так случилось, народится дочка, у них Катя, так и назвали ее Катя, то, что народилась дочка, и дальше потом Пророк говорит, что вас будет еще много наследия детей, и ты будешь радить, но проходить небольшое время, и этот человек, который трудился, он умирает, и кажется, что безвыходное положение, самая меньшая девочка, которая была Катя, полтора года, она так сильно плакала, говорила, мама, а где наш тату, хай помолиться надо, хай тату вернеться, но я говорю, что тату уже не вернеться, тату есть на небе, но так пришел такой момент, что через трохи Бог так их объединив, другий человек, помогал таким семьям, вдовам на Украине, которые потеряли своих человек через смерть, он помогал им финансово, и пришел такой момент, что именно за эту Лену, он так само беспокоился, продавал ей певні гроші, а через трошки Бог так руководил одним, ему полагает на сердце подзвонить до нею и предложить ей, чтобы праздом жить и он подзвонил по телефону и вона согласилась, даже его не видела на свои очи и они приехали в аэропорт, она его с просвитером поехала и сразу из аэропорта поехали в церкву, их объявили и там звонили, и ревно это 9 месяцев и вона а в этого человека тоже померла жена, а у него было 15 детей, и двои разом 17 детей, и они разом служат Господу, любят Господа, дети все так само, я просто поражался, мы смотрели на эту семью, ну действо, дитки, так же все называют им мама, так же все нормально, все семья все нормально, потому что Бог бодро на слову, Бог сказал, что я тебе не покинул, и не покинул Господь, Бог сказал, что я тебе дам диток, и я плачу, и так же я через слезы, она рассказывает эту историю, и плачет, и Бог, что мне обещал, он так и сделает, да, не так, может, я хотела, я думала, но у Бога други плани, и други люди бачили, слава Богу, и поможет нам Бог, что мы надеялись на Господа, что Бог нам обещал, он обязательно исполни, что Бог обещал, он обязательно исполни, только нам нужно надеяться на Господа, надеяться на Иисуса Христа, я читаю одно место писания, где книга про Казахария, 9 глава, и 9 из всех такие слова, написано, радуй, о дочку Сиону, веселись, дочку Єросалиму, цар твій, до тебе граде справедливий, повний спасіння, покирний, иде на ослой, на молодом вислюковой синей ослой, пророк Захарія багато років наперед говорив такі слова радуй або веселись дочку Сиону, про що це говорить, вони ждали свого часу, ізраїльський народ ждав царя, першим ми знаємо, що люди хотіли народ ізраїльський получити царя, і Бог дав їм царя, но тут ведеться мова зовсім другого царя, про месію, і він говорить, каже, як надо було знати, що це є месія, ми знаємо, коли де якийсь чоловік нам надо побачити або зустріться, нам його описують, цей буде таким ростом, такі волосся, коси, ну так дивиться, і ми його впізнаємо, або той чи іншу людину, і так само Ісуса Христа або месію, Бог набагато років наперед говорив через Захарію, як він має дивитися, як він має виглядати, які його риси характеру, і він говорить такі слова, цар твій до тебе ргаде, він є справедливий, повний спасіння, покірний, і каже на ослі, на молодім Вісклюкові, синій під Ярем'ї, от таке положення, от така характеристика Божого чоловіка, самого Господа Ісуса Христа, і каже справедливий, я собі думаю, Ісус Христос прийшов на землю, і люди всі його бачили, але ізраїльський народ його не впізнав, а він був справедливий, він був справедливий, Ісус Христос, багато скільки разів він приходив такі моменти в його життя, а Ісус справедливо поводився, я собі думаю, одного разу приходить до Ісуса Христа, показують монету, і кажуть вчителю, скажи, що робити, як поступати, а він говорить, каже просто, віддайте кесару кесаре, або же в Богові, і тут справедливість, ну справедливість є і фізична, і справедливість духовна, Бог справедливо все розсуджує, в другий момент мені нагадується, приводять так само жінку до Ісуса, взяту в прелюбодяні, приходять, випроводять до Ісуса, і кажуть, ну закон говорить побити каміннями, а що ти скажеш? І Христос знову тут справедливо, він і цар справедливий, він і Бог, який має повністю справедливе серце, він говорить, каже, хто вас без реха, киньте камня, і ніхто не освітився, киньте камня, і він якби закон, ну не обійшов, якби поступив правильно, справедливо поступив, і люди не знали, що робити, він був цар справедливий, в Писанніх говорить, каже, він є, ну не просто справедливий, він є повністю спасіння, Ісус Христос прийшов на землю, він мав в своїй власті давати людям прощення, він мав в своїй власті, давати людям помилування, ісцілення, і навіть, один чоловік принесе до Ісуса Христа, А Ісус Христос каже до нього, прощається тобі грехи, встань та й ходи, другі люди говорять, каже, фарисеї так само говорять, до нього серце помишає, хто він такий, що може прощати грехи, А Ісус бачить їхне намірення, бачить їхне серце, і каже, щоб ви знали, що син людський, має владу це робити, кажу тобі, встань та й ходи, і люди бачили, що він має спасіння, що він дає прощення для людей, люди бачили явно, що він має в руках своїх і владі давати людям спасіння, ісцілення для тіла, ісцілення для душі, люди це бачили, що він повний спасіння, він даже говорив такі слова, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою, він багато разів говорив і просив людей, прийдіть до мене, научиться від мене, Я вас, ну, кроткий, смиренный сердцем Понавчиться из меня Другое место, многое место говорится Про смирение, або пощадь Христос давал полное спасение для людей И это спасение вновь Свершилось на Голговском хресте Дальше, как бы покирливый Покирливый Иисус Христос Ну тоже он был Я кажется, для израильского народа Можно было бы познать Иисуса Христа Познать по цих хрисовых характерах Он был полностью покирливый Он был спокойный, он был послушный Написано, до смерти их смертной христою Он был послушный Он был послушный Батьков своих Он слухался, может быть, и других людей Он был покирливый, он был послушный Он был полностью В таком плане До самого конца покирливый Даже когда его кидали И уже на распитие везли И там был покирливый Даже не раскрывал своих уз Он был, как вевца Введеный на заклание Он был полностью покирливый И, кажется, уже кинец Мог бы показать, что действо Это Иисус Христос Он был до конца покирливый Он говорит, каже Покирный иди на осли И на молодом вислюковом И тут его не познали И тут его не познали И где до конца Все это история Иисус ходит и расслалив на осли И люди селять одежи Люди селять в пальмах витва И никто его не может Познать, что это Иисус Христос Иисус Христос Маечи характеристику Маечи это И израильский народ И еще и пониня Жде Мессию Иисуса Христа Но мы сегодня Знаемо то, что Иисус Христос Пришел на землю Вин помер Вин воскрес Вин дав спасение Но Писание говорит, что Вин знову прийде Не просто для людей А Вин прийде по церкву свою Вин прийде по невесту свою И уже объявление. Иоанн говорит, бачит такое видение и говорит, что блаженый, кто читает, и тих, кто слушает слова прородства и додерживает, написано в нём, бо час близкий. Вот это говорит Слово Господне, это говорит сам Господь, каже, блаженний, кто читает и тих, кто слушает слова пророства и держит их, потому что говорит, что держит, что написано в нем, потому что час близкий. Мы не знаем, когда придет Господь второй раз за церковью, мы не знаем, никто не может сказать сегодня или завтра, но люди ждут по-разному, и так же были в Вашингтоне, там много людей ждали 3 числа, ну это же мало быть в Вашингтоне, и говорит, звоните, просите, можно до вас прийти в гости? А говорит, чого в гости? Ну так в гости, а чо? Ну, каже, мы боимся трошки, ну, что має статься тут в Вашингтоне, 3 число, футбольный матч, кінец світу, 3 мировая война, и люди верующие, поражаются, люди верующие, переживают про такое, боятся, уезжают из Сиэтла, куда? Боятся, что-то может быть. А апостол Иван говорит, будучи, каже, блаженны то люди, кто читает и тих, кто слухает слова прородства и додерживает, что написано в нём, час близкий. Ты блаженны, брат и сестры, а если ты чуешь слово Господне и его додерживаешь, мы сегодня можем чути разные информации, мы сегодня можем чути разные пословицы, разные информации, разные стихи из света, а что мы слушаем? А апостол Иван говорит, каже, блаженны народ и блаженны те люди, которые слушают слова прородства Господнего и их додерживаются. Час близкий, час близкий, не третье число, не пятнадцатый, не еще какое-то число, час близкий, мы не знаем ни часу, ни дня, ни години, когда прийде Син людский. А Він прийде, и написано, чи знайде Він виру на земле. Да, и тогда будет момент, когда люди увидят Сина Божого, они Его тогда признают 100%. Тогда Господь, Він, как бы, не будет показывать, какие рисы характеру, Він не будет уже говорить, вы меня полностью того, тогда я был. Они уже будут знать и сами Его признают, что это именно тот Мессия, который приходил. Они Его все признают, потому что, вот он из хмара и идет, и увидит Его каждое окно, и те, что Его прокололи были, и все племена земли будут плакать за Ним. Так, аминь, говорит Писание. Каже, все даже будут плакать за Ним. Все будут видеть, что тот самый Мессия, который был тогда, Он снова прийдет на облаках, и тогда Его все признают. Первого Мессию не признали люди, первого Мессию люди, або они не хотели даже признаваться, не хотели следовать за Господом. Они Его очуждалися, они не хотели принимать спасение, они не хотели принимать Его советов, они Его разъепяли, как бы, полностью своими покотями Его разъепяли и понесли, вознесли на хрест. Но второй раз Он прийдет на землю, и второй раз, когда Он прийдет за церковью своей, написано, что все Его уже познают, люди Его все познают, церковь познают, даже те, которые прокололи Его, они Его познают, и написано, будут плакать за Ним. Так, аминь, говорится Слово Господне, что так, это есть аминь, это тайна Господня, это открытие Господне, что люди будут плакать. И каже, я из Альфа и Омега, говорит Господь, Бог той, кто есть, и кто был, и кто мает прийти в Сидержитель. Оце говорит той, який, ну, есть Альфа и Омега, який есть початок и кинец, той, який был, кто мает прийти в Сидержитель. Иисус Христос, Он был на земле, люди не познали, другий має бути, Его все познают. И каже, это той, не просто я говорю вам, каже, как будто, ну, вот так, але я говорю, вам есть Альфа и Омега, говорит Господь. Бог, який есть, який был, и який має прийти, Він має прийти. Хай поможуть нам Господь, чим мы смотрели на Господа, укреплялися в Иисусе Христос, не смотрели на, может, на каких-то людей, не смотрели на стихии света, не смотрели, может, еще куда-то, но смотрели в Слово Господне, смотрели на Иисуса Христа, начальника и Звершителя Віри. Сегодня люди по-всякому любят слушать историю, сегодня люди любят больше слушать свои вуха до каких-то певных историй. В них же расскажешь про Иисуса Христа, расскажешь про страдание Иисуса Христа, людям, 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 людям дуже просто це слухати, люди даже вже не плачуть, людям вже страдание Иисуса Христа, це як нічого. Розкажи про якусь сироту, розкажи про якусь здову, розкажи про щас, люди плачут, люди сокрушаются, розкажешь для Господа про Иисуса Христа, ну, ничего не бере. Кажется, Господи, а что має быть дальше? А Христос каже, что я скоро прийду на землю. И нам нужно шукать Господа. Нам нужно смотреть на Иисуса Христа, смотреть в Слово Господне. Смотрите, что в это Слово Господне, оно заходило в наше сердце. Укрепляли нас, укреплялися в вере. Хай цьому поможет нам Господь. Я бы хотел, чтобы мы в этой молитве помолились. Господи, поможи мне укрепляться в Тобе, в Слове Твоем, в могутности, в Силе Твоей, чтобы это Слово, которое есть, написано, чтобы оно было в моем сердце назавжди. Ему хай будет слава по веке. Аминь. Ну разве ж так можно столько слов читать? Ну одно место, ну два. А то, говорит, что, наверное, 12 прочитал. И так это, знаете, с таким недовольством. Я очень удивился этому. Потому что, ну, порой я другую критику слышал. Говорит, полстиха прочитал, и потом 40 минут проповедовал. Ну, просто полстиха, и на него говорит час, да? А то вдруг, ну, не нравится, что 12 мест прочитал, брат, за свою проповедь. То есть, ну вот насколько... Вы знаете, я верю, я верю Слову Божьему. Верю, что если с этого места прочитается Слово, какой-то один стих может так нас задеть наше сердце, так оно нам, оно может всю нашу жизнь просто перевернуть. Понимаете? Это Слово Божие, это благодать Божия, это действие. И поэтому я думаю, что чем больше читается Слово Божие, тем лучше. Потому что, ну, хорошо, когда я буду своими словами кого-то обличать, вы знаете, оно не принимается. А когда читаешь Слово Божие, и оно касается сердца, оно обличает, то это действительно благодать Божия действует. Это действительно Слово, да? Это действительно Слово, оно касается. Это и нельзя сказать, это брат придумал, или вот он там чего-то знал, и вот что-то он там высказал, и оно вдруг там кого-то задевало или обличало. А когда читаешь Слово Божие, это Слово обличает. Я даже верю, что даже не надо, как в некоторых проповедях так проскакивать, о, простите меня, ну, извините, но я вот прочитаю так. За Слово Божие не надо извиняться, так же? Слово Божие, оно говорит, оно, это благодать Божия, которая, ну, для всех, это Бог сам оставил вот это Слово для того, чтобы оно звучало, чтобы мы слышали его. И вот Слово Божие, конечно, когда мы наедине где-то читаем, просим Божьего благословения, оно касается нашего сердца, оно Бог открывает. Но я верю также и в собрание, когда читается с этого места. Кажется, вдруг с другой стороны открывается, так, как будто даже, ну, и никогда и не слышал. Как будто никогда и не слышал, а Слово Божие раз и открылось. С такой стороны, что оно тебе просто очень сильно коснулось. Очень сильно коснулось. И так, именно так Бог действует очень сильно. Кажется, вроде много читал и много раз знал, и вроде бы ничего нового. Открывается Слово Божие, открывается стих, который просто, просто он расплавляет твою внутренность. Он просто тебе внутри все, все меняется. Почему? Кажется, простое Слово. Но это Слово, оно, когда вдохновлено Духом Святым, оно действительно сильно перевернуть. Перевернуть всю нашу жизнь, перевернуть все наше сердце, перевернуть наше естество. Поэтому, заканчивая собрание, я просто с одного места, это тоже Ефесян буду читать 4 главы, просто прочитаю Слово Божие и даже, может быть, даже не буду комментировать его. Потому что, знаете, когда оказывается заблуждение, они часто встречаются в истолковании. Когда человек начинает объяснять, а потом смотришь, оно еще и не так объясняется, как положено. Но когда Слово читается, то это Слово Божие. Это Слово Божие. Тут мало будет заблуждения. А заблуждение именно тогда, когда, ну, начнем очень много, очень там, очень-очень объяснять его. И получается только проповедь такая, свое мнение, свое, как ты понял, как он тебе открылась и так далее. И часто бывает это, к сожалению, ошибочно. 17 стих 4 главы. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. И облежься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему. Потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашим. И не давайте место дьяволу, кто крал, пред не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Слава Богу! Я даже не буду это комментировать. Пускай Бог благословит всех нас. За все сегодня слышанные слова будем молиться, благодать Господа. Если у кого-то есть нужды, вы скажите, и мы будем заканчивать это собрание.